Ну, вы знаете, есть люди круче, чем я однозначно, поверьте мне. Потому что я кто? Я обыкновенный инженер металлург. Ну, не металлург, я инженер энергетики. Когда я поступал в институт, я поступил все-таки на энергофак. А тогда энергофак, это был первый после такой специальности под названием... Все собирались внезапно становиться главными бухгалтерами. После главных бухгалтеров было, естественно, промоэлектроника. Ну, а я был в оконцовке, но тем не менее я поступал на энергофак. Если честно, это был топовый уровень специалистов. То есть я не буду говорить, что во мне, во мне лично, вы сможете увидеть того специалиста, который умеет вам что-то рассказывать. Ну, скорее всего, я этим делом уже достаточно давно занимаюсь, потому как моей передачей под названием «Дом, милый дом» в этом году, буквально через два месяца, будет ровно 17 лет. О программе «Автостоп», чуть-чуть есть еще более старая передача, будет 22 года. А так я занимаюсь на телевидении уже 27 лет. Ну, естественно, я тоже ввел передачки, не передачки, а отдельные сюжеты. Это я делом занимался. И когда мне говорят, Лешенька, а сколько ты изготовил, как бы вам сказать, сочинений, о, про сочинения буду говорить, так это уже примерно 5000 сочинений я изготовил. А сколько вы написали сочинений в школе? Ну, максимум 100. Поэтому не вам 95% мне рассказывают, что я должен говорить. Нет, господа мои, это не в ваших интересах, по сути, событий. Я говорю как обыкновенный человек, и как обыкновенный человек я вам показываю то, что вы сейчас видите. Вы сейчас видите ту самую модель. Она не сделана в Советском Союзе. Нет, конечно, эта модель сделана в Восточной Германии. Их было достаточно много, но в таком количестве вы их не видите. И сейчас я вам продемонстрирую два факта. В принципе, два факта абсолютно одинаковых. Что модель Mi 6, что модель Mi 10, как в данном случае я не собираюсь, это не крановый вариант 100%. Я его немножко переделал, максимально полностью переделал. Если честно, такой модель вообще вроде не увидите. Потому что эта модель единственная вообще во всем мире. Ну, может, кто-нибудь что-то попробует придумать и дальше. Я же не знаю, о чем идет речь. Но я решил сделать из Mi 10K Mi 10, не то что пассажирский, это перевозчик автомобилей. Сейчас есть такие, да, но они в режиме 1.72. Но такого варианта вы не увидите в природе своей. Потому что кое-что я сделал, и это сделал. Это была очень серьезная проблемка, которую я решил естественным образом. Благодаря тому, что все то, что находится внизу, сделано было абсолютно по-новому. И покрашено было тоже по-новому. Я не буду говорить, что RA 65694 существовало. Нет, конечно, это просто декали были. А все остальное, даже не беря в внимание вот эту очень маленькую такую полосочку, это все аэрография. Так что, господа мои, кое-что я в этой жизни научился. И к слову о том, это был, в принципе, 47-й мой борт, который я собрал. Плюхался долго, плюхался красиво, плюхался достаточно. Сделал просто изумительные вещи. Есть отдельные вещи, которые вы видите, это возможно было бы сделать. Но вот другая штучка, это называется трап со стороны левого борта в кабину пилотов, а его не существовало в природе. Его не существовало, его вообще не существовало в природе. Это я все лично сам выточил. То бишь, я теперь еще раз говорю, к тому, что вы сейчас видите, я могу абсолютно спокойно красить любые машины автомобилей. По одной простой причине, 47 моделей авиации, это только сейчас. А до этого еще было примерно, ну, тогда я другие вещами красил, но, в принципе, хоть что-то так-то научился. И я сегодня, сейчас вам говорю, что, ребят, вы сказки не рассказываете, вы мне не рассказываете сказки, вы мне не рассказываете сказки. Потому что процентов, ну, наверное, 98, которых машин выкрасить, они рано или поздно вылетают. То есть люди мне говорят, а что это внезапно у меня лак поплыло? Я говорю, лак-то поплыло, потому что ты машину такую купил. То есть все по дороге уже ударили, вам ее потом перекрасили. Это, к слову, о том, что вот я этот дивный сюжет хотел бы преподнести как фраза для фельдфебеля, ненужного и ненужного ни мне, ни хозяину, естественно. Но хозяин пока не доезжает до этого момента. Ну да ладно. Просто я вам еще раз говорю, что давайте все-таки определимся о системе структурных точек. Точки – это стыковки, понимаете? В данном случае, как бы, если я уже 22-й год работаю в эфире, я уже могу в голове своей собрать все, что нужно, и воедино. А все остальные товарищи, которые хотят продемонстрировать, так у них стыковочек очень много. В интернете посмотрите. Обратите внимание, у них тоже стыковки. У меня нет ни одной стыковки, потому что, ну, будем считать, что я немножко стал малость поинтереснее, чем они. Ну, так немножечко, самая малость. Так вот, эта машина просто красивая. И самое забавное, что примерно на 50 моделей самолетов, может быть, чуть больше, не помню, о чем, сколько, то есть, если мы будем говорить о самолетах малой авиации, то практически все, что было в городе Магнитогорске, я на нем практически на всем улетал. и на МИ-2 я летал, и на МИ-8 я летал, и на МИ-10 я летал, естественно. И на МИ-12 я также летал, и на МИ-18 я также летал, и на МИ-12 я также летал. И очень большое количество самолетов, которые вы сейчас, может, не увидите. И на МИ-18 я летал, и на МИ-2, естественно, летал, неоднократно. То есть, если мы даже будем говорить о тех самолетах, на которых я не летал, но имеется в виду поколение с 80-го по сегодняшний день, то их окажется всего 10, а может быть и меньше. Потому что в основном на самолетах последних модификаций я летал на всех, практически на всех. То есть мы не будем говорить про Боинге 737, на всех летал, кроме последнего, который падал. А-320, А-220, А-319, это вот все было как у дурака Махорки, мы летали, естественно. Я их не стал собирать, потому что, представляете, да сколько? То есть если вот каждый, допустим, собирать, это еще больше получится. Ну нет, я то есть вот потихонечку собираю, и, конечно бы, мне бы немножко очень сильно хотелось бы взлетать на двух самолетах. Вот, Dreamliner, естественно, и очень замечательный А-380. Ну если удастся, взлетаем, если нет, ну вот, к сожалению. А так, основные все модели самолетов, которых производили в природе своей на протяжении с 1980-го года, я на них летал. То есть я хочу это сделать для того, чтобы всем показать, что, в принципе, полеты это идеальный вариант. Другой вариант полеты почему не идеальный вариант для города Магнитогорска? Вот этот вопрос. Этот вопрос я сделаю в другом сюжете. Потому что, а почему мы перестали летать на самолетах? Вы неужели не понимаете, что вот, допустим, что сегодня и сейчас происходит, да? Сегодня и сейчас мы даем кое-что и кое-кому. Но кое-что и кое-кому дается еще и благодаря пилотам. Вы забыли, да, что пилот летали раньше? И вы наверняка забыли, давайте все-таки вернемся на круги свои, вернемся в тот момент, когда все мудрящиеся и думающие, что не только жизнь на земле нужна, а вам летали. У нас было очень много самолетов. Куда вы все это дело делили? Объясните мне. Это же несложно. Несложно восстановить все это дело. И, господа мои, когда мне сын мой задает вопросы по поводу катастроф в небе, я благодаря дивному нашему интернету показываю, что на машинах происходит огромнейшее, просто сногсшибатое количество авиационных катастроф. А самолеты, они иногда падают, они иногда падают. И все начинают говорить, ой, самолеты-то падают. А вы посчитайте, поскольку и количество людей, которые в них, ну, к сожалению, погибают. Так вот, количество погибших людей в самолетах даже меньше, чем на поездах. И, естественно, в тысячи, в сотни, в десятки, да в миллионы раз меньше, в миллионы раз меньше, в миллионы раз меньше, чем на дорогах. То есть нам это необходимо. Дайте нам, людям, возможность летать. Господа мои, зрители мои, телевизионные, из Магнитогорска в том числе. Господа мои, зрители мои, телевизионные, из Магнитогорска в том числе.